Здравствуйте, друзья! Сегодня вы поймёте, что всё то, что вы знали о предназначении и думали о том, что такое предназначение, это было одно большое заблуждение. Я сейчас жду первых зрителей, и мы будем с вами начинать наш эфир, тема которого «Предназначение. Главные заблуждения». Потому что очень многие люди, вообще на самом деле к астрологу, в основном приходят с этим вопросом. В чём моё предназначение? И многие люди под словом «предназначение» чего только там не подозревают, чего только в это слово они не вкладывают. Чаще всего, сами того не понимая, ищут то, не знаю что. Ну, астролог-то уж, наверное, должен знать, что такое предназначение. Вот пускай он мне скажет. Когда астролог начинает, например, расшифровывать твоё предназначение, ты сидишь и говоришь «Так, стоп, какая-то вот одна, давай профессия пускай это будет». И чтобы я там не уставал, и всё такое. Вот про это сегодня поговорим. Как у вас в голове, что за понятие предназначения сидит? Спасибо большое. Все меня поздравляют с моей третьей беременностью. Я читала каждый комментарий, я там каждый старалась лайкнуть. Я для себя так помечала. Так, этот прочитала. И во всех социальных сетях, и на Ютубе у меня, и в Телеграме, и ВКонтакте. Мне безумно приятно читать ваши добрые пожелания и ваши поздравления. Вот. Но вернёмся к предназначению. Я вижу, что всё, у нас уже собрался народ на эфир. И у меня к вам первое... Я вас сначала помучаю. Я знаю, что все хотите, чтобы я именно вас сейчас прямо разобрала, конкретно там сказала и так далее. Но подождите. Сначала мы с вами разберём теорию. И у нас с вами ещё будет вебинар «Три предназначения». Я знаю, что на него не все попадут. Не будет его в записи. Он будет 9-го числа в 11-м Москве. Вот там мы ещё будем тоже подробно говорить про три предназначения именно на натальной карте. А сегодня мы поговорим про заблуждение в теме предназначения. И я ещё во второй половине эфира кого-то разберу. Но сейчас, пожалуйста, не надо писать там какие-то даты или ещё что-то. У нас как минимум 10-15-20 минут. Это теоретическая часть. Сейчас я вас попрошу ответить мне на вопрос. Ну вообще, об одном и том же ли мы говорим. Я часто начинаю свой эфир про предназначение именно с этого вопроса. Я вам его задаю. Что такое для вас предназначение? Как вы поймёте, что вы в предназначении? Как вы это осознаете? Вот представим, что всё. Никто вам не скажет, какое ваше предназначение. Сами должны как-то найти. Как вы поймёте, что вы его нашли? Что такое для вас предназначение? Это, как знаете, очень многие люди стремятся к богатству. Когда говорят, что для тебя богатство, тут как-то вот ещё более-менее легко померить деньгами. И то потом выясняется, что человек ту сумму, которую называют, если ему её разложить по полочкам, он поймёт, что её хватит на несколько лет. А что потом с ней делать? И вообще, что в принципе делать с этими деньгами, он не знает. И тут так каждую тему можно разобрать. Любовь, гармония, да что угодно. Хоть какое слово. Очень часто мы не задумываемся о том, что мы в это слово вкладываем кучу всего или вообще ничего. Но очень сильно стремимся к этому. Направление своего пути. Всё складывается, как будто так и надо. А если вдруг всё складывалось, как будто так и надо, но в один день у тебя что-то произошло в жизни, и ты элементарно, нет энергии, ты расстроен, не знаю, заболел, умер твой близкий человек, у тебя что-то заболело, война в конце концов произошла, или какая-то там, я не знаю, эпидемия, где тогда твоё предназначение? Всё тогда оно закончилось? Как снова понять, что оно снова есть, снова здесь? То, чем буду заниматься, когда все потребности закрыты. Какие все? Какие бы ты потребности не закрыл, у тебя появляются всегда новые потребности. Если человек живёт без потребностей, то это труп. У любого человека, даже у которого закрыты те потребности, которые были, у него появляются новые потребности. В этом и есть такой смысл, так скажем, эволюции. Если тебе не к чему стремиться, ты мёртв, ты неживой. А к чему лежит душа? В удовольствии делайте работу, деятельность. Несёшь пользу другим людям, деньги получаешь в лёгкость. Вот это вот деньги получаешь в лёгкости. Хорошо. И ещё раз, вот, например, твоё предназначение как-то связано там. Ты несёшь пользу людям, ты их кормишь, ты ресторатор. Завтра закрывают все рестораны. Ну, ковид, например, на два года всё. Что-то ещё происходит. У тебя элементарно нет настроения. Сегодня душа к этому не лежит, потому что ты, ну, просто устал, там, вовремя отпуск не брал или ещё что-то. Всё это значит непредназначение. Мне нравится, и люди тебя благодарят за то, что ты делаешь. Мне нравится, очень обтекаемая история. Сегодня мне нравится, завтра у меня другое настроение. У вас вообще в жизни есть что-то, что вам нравится? Нет, я, например, очень люблю своих детей. Но бывают дни, когда я, ну, как бы, готова просто от них закрыться и сказать, это, уйдите от меня, я вообще вас видеть не хочу. И любая мама меня сейчас поймёт. Значит ли это, что я плохая мама? Нет. Намного хуже было бы, если бы я сейчас сидела и говорила, я всегда люблю своих детей. И даже когда он падает на асфальт и орёт, и с тошным криком на всю улицу, и распускает сопли, слюни, чтобы я купила ему что-то, что я не собираюсь ему покупать, я всё равно его люблю. Я в этот момент абсолютно спокойна и счастлива, что я мать. Нет, в этот момент я вообще думаю, боже мой, цветы жизни, какие-то цветы жизни. Я спрятаться сама хочу от него, потому что он меня достал в этот момент. И то же самое бывает с работой. Любая работа, любой человек на любой работе устает. В какой-то момент ему наскучивает, например, делать одно и то же. А в какой-то момент ему хочется какого-то роста, что-то поменять, развеяться, отдохнуть. Значит ли это, что он не на своём месте? Опять же, люди тебя благодарят. Люди разные бывают, когда бывают благодарят, а бывают не благодарят. Вот вы знаете, как ещё в чём прикол? Это я заметила по ребятам со своего курса астрологии. Вот она консультировать начала. У неё есть 10 уже там классных отзывов. 10 человек её очень сильно поблагодарили. Один, одиннадцатый. Ой, ну нет, что-то ты мне не сказала там, когда я замуж уйду, когда я разбогатею. Это ты стрёмный астролог. Как вы думаете, на чём она сфокусируется? На десятирых, которые её похвалили и поблагодарили? Или на одном, который ей говна подсыпал? Конечно же, на этом одном. Она зациклится. Она подумает, что с ней что-то не то, что с ней что-то не так. И она забудет про этих десятерых. Поэтому вот это, когда люди тебя благодарят, поточнее, а если кто-то не благодарит? А если кто-то, наоборот, тебя критикует и говорит, ты чё? Вот, например, мне очень многие люди могут там написать за эти, даже сейчас на эфир, фу, ты чё, астролог? Это вы там все шарлатаны, идиоты и так далее. Всё, значит, ну как бы я не в предназначении, ведь что-то они все благодарят, кому-то не нравится. При любых обстоятельствах ты всегда хочешь это делать. Спорный вопрос. Ещё раз, давайте вернёмся, например, условно, к материнству. При любых ли обстоятельствах ты хочешь делать что-то, что связано с материнством? У тебя в любом случае бывают периоды, когда ты думаешь, как оно всё достало. А потом ты смотришь на этого маленького своего ребёнка и думаешь, боже мой, ну, главный ангел моей жизни. И ты к чему сейчас всё объясняешь? Кто-то сейчас скажет, ну чё, ну зачем ты вот это всё там как-то мучаешь, там уже скажи, что такое предназначение и так далее. Потому что вот это вот сидит в голове, что я понимаю, что такое предназначение. Вот это когда я буду 100% счастлив. И, например, твоё предназначение, оно как-то связано, предположим, с тем, что ты несёшь какое-то знание людям. И ты это предназначение можешь реализовать на разном жизненном этапе, в разной форме, там, в подростковом возрасте, во взрослом, в старости, по-разному. В семье как-то ещё где-то, при взаимодействии с любым человеком ты это предназначение вроде бы можешь нести. Но ты из-за того, что думаешь, что нет, это какая-то должна быть одна профессия, где я должна быть счастлива, ты, возможно, даже прямо сейчас находишься на работе, которая напрямую, напрямую не называется твоим предназначением. И вообще вот это вот желание всё назвать и структурировать, оно какое-то немножечко странное, потому что мы не чувствуем, нам срочно надо всё посчитать, структурировать в столбик. Но находясь на своей работе, ты уже, может быть, я не знаю, ты просто там, не знаю, секретарь давайте возьмём. И ты думаешь, ну как вот я на этой работе, там, прихожу, что-то там, звонки, не звонки, документы передаю. Но ты уже, даже находясь там, среди коллег, во время какого-то обеда, чаепития, или когда к тебе приходят какие-то там люди и хотят через тебя связаться с твоим начальником и так далее, ты уже можешь реализовывать своё предназначение. Ты уже можешь являть себя истинным и любить то, что ты делаешь в данном моменте, здесь и сейчас. Это, как, знаете, есть притча, когда, по-моему, я, где же я её читала? По-моему, это «Самый богатый человек в Вавилоне», я очень часто рекомендую эту прекрасную книгу, она очень маленькая, она в формате притчи, в принципе, сама написана, но очень понятна. И, собственно, там про это и речь, что вот все стремятся сразу попасть куда-то в богатство, в успех, в какую-то социальную реализацию, недооценивая вот это маленьких шагов и недооценивая того, что на каждом из этапов ты можешь реализовывать своё предназначение. На каждом из этапов, даже моя полы сейчас где-то. Я хочу вам так сказать, что я вот так вот официально, вот так, публичный астролог не так давно. Астрологией, да, я занимаюсь давно, но долгое время я работала не астрологом официально, но при этом и когда я работала продавцом, и когда я работала руководителем филиала, и когда у меня был бизнес, я везде реализовывала своё предназначение. И везде я могла уставать, лениться, хотеть сменить свою профессию и так далее. Но я была всегда уверена в одном, что у меня есть внутренний стержень. Это я, я всегда есть у меня. Мир меняется. В мире могут не нужны быть те профессии, которые нужны сейчас. В мире может элементарно поменяться обстановка. Сегодня вот у меня всё хорошо в городе, завтра всё плохо. И нужно уезжать, переезжать или ещё что-то. Люди, окружающие меня, они не вечны. И я не питаю иллюзий того, что мы все проживём там до миллиона лет. Рано или поздно будут уходить близкие люди, болеть и так далее. Будут какие-то ситуации в жизни происходить. Я не питаю иллюзий, что всего можно избежать. Всего давайте спрячемся куда-то, правильно спрогнозируем. Бред, если вам хоть один астролог говорит, что он вам поможет избежать вообще всех ваших жизненных циклов и просто жить всегда в комфорте, это не астролог. Это человек, который играет на чувстве вашего страха и хочет с вас побольше денежки заработать. Безусловно, можно обойти острые углы, использовать свой потенциал. Но даже если ты используешь его на все сто, ты всё равно… Понимаете, у нас природа циклична, и мы цикличны. Нет такого, что жизнь – это ровная линия или одна ровная линия вверх. Это всегда путь с определёнными остановками, провалами, подъёмами. В этом и есть сила. И в этом и есть развитие души. Но смысл в том, что когда вы думаете, что это одна профессия, в которой у вас всё будет хорошо получаться, вы себе обрубаете на этом моменте путь к своему предназначению сразу. Сразу. Потому что какая бы эта профессия ни была… Сегодня, например, очень многие сейчас пойдут учиться на астролога. У меня стартует курс. И вы можете сказать, так, всё, астролог – это моё предназначение. Я же учусь на астролога, это моё предназначение, я буду работать астрологом. Сегодня ты работаешь астрологом. Год, два, пять ты работаешь астрологом. Потом вдруг, вдруг что-то случается, что ты не можешь работать астрологом. Я не знаю, что происходит какой-то огромный локдаун, blackout, как он называется, когда всё, интернета, например, нет. Вот нет интернета или что-то, я не знаю, какое-то стихийное бедствие случилось, ты где-то закрыта, и ты не можешь консультировать, вести социальные сети и так далее. Всё, твоё предназначение кончилось? Можно в гроб ложиться или как? Нет. Давайте здесь подумаем. И следующий вопрос, который я хочу вам задать, я-то на этот вопрос отвечу, вы не переживайте. Я хочу, чтобы вы включили тоже голову и подумали, потому что когда я просто говорю, вещаю и такая, записывайте за мной, да, ну это как бы тоже хорошая история. Но когда вы сами подумали, когда у вас тоже поработало, когда вы поотвечали на вопросы, когда ещё вы позлились немножко, что что-то она не то нам говорит, тогда она лучше запомнилась. Поэтому всё во благо вам. И следующий у меня к вам вопрос. Напишите мне конкретных людей, хотя бы там одного, двух, трёх, кто реализовал своё предназначение? По вашему мнению, естественно. Blackout, да, локдаун. Видите, как бывает? Вот опять же, иногда бывает так, что ты интуитивно выбрал профессию, она же есть твоё предназначение. Ну что за лютое заблуждение? Смотрите, я выбрала профессию, она вот всё, моя. Она и моё предназначение, как мне, я себя ограничиваю, оно моё предназначение. Я могу в профессии реализовывать своё предназначение, но профессия сама по себе не может быть предназначением. Потому что завтра, например, эту профессию отменяют в стране. Или, например, её заменяет искусственный интеллект. Или, например, появляется другая профессия, которая тоже моя. Давайте возьмём, 20 лет назад были SMM-менеджеры, например, stories-мейкеры. Были они все? Куда? Вот сейчас это огромная такая ниша, где люди зарабатывают очень хорошие деньги. Закупщики рекламы у блогеров, вот эти вот все люди, они же сейчас этим занимаются. 20 лет назад их не было. Вот в этом формате. И что теперь? Получается, что, может быть, через 10, 15, 20 лет будут же ещё какие-то профессии. Вы о них не знаете. Но вы себя ограничиваете, что моё предназначение только врач, или только учитель, или только астролог. Всё, я не вижу другого вообще ничего. Это моё предназначение. И получается, вы настолько уязвимы, потому что завтра вы уходите, условно говоря, в декрет. И всё? И всё? И ваше предназначение куда? На три года улетело куда-то? Или что-то случилось с вашей профессией, что вы не можете продолжать именно её в том формате, в котором она была? Всё, значит, на помойку вас? Ненужный человечек в этом мире? Привязывать предназначение к профессии в корне неверно. Точка. Запомните это, я вас умоляю. Предназначение – это значимость человека, это его таланты, его способности, его потенциал. Который он реализует на протяжении всей своей жизни в разном жизненном контексте абсолютно. Я сегодня ещё попривожу примеры, чтобы было точно понятно. Да, на каком-то отрезке жизни человек может реализовывать своё предназначение через профессию. При этом на этом отрезке жизни, и это может быть пять разных профессий, не даже называться будут по-разному, в разных областях, но он везде будет реализовывать своё предназначение. Вот это важно понять. Не искать профессию, в которой вы реализуете предназначение, а искать предназначение внутри себя, то есть о чём я, я про что человек, чтобы реализовывать это уже в рамках имеющейся профессии, имеющейся отношений, имеющегося окружения. Так вот, я, кстати, начала говорить про «Самый богатый человек в Вавилоне» книжку, и, по-моему, там была эта притча, а может быть и не там, когда два человека толкают камни. Одного спрашивают, что ты делаешь? Он говорит, я камни толкаю, таскаю, толкаю и так далее, а другой говорит, а я храм строю. То есть, по сути, они реально делают одно и то же, вот так вот визуально. Оба тащат, толкают камни, но один просто толкает камни, как многие из вас сейчас, ну я просто секретарь, или ну я просто продавец. А другой говорит, а я людям несу что-то полезное. Я не просто продавец, я этим людям сижу на кассе, улыбаюсь, они от меня все с хорошим настроением уходят. И я знаю, что в этом моя сила. И такой человек быстрее, чем тот другой, который просто сидит на кассе, пакет нужен, да, и вообще там у себя в каких-то этих, думает, где же моё предназначение. Вот такой человек, который наоборот понимает, в чём его сила, он быстрее увидит возможности потом с продавца вырасти до кого-то другого, ещё до кого-то другого. Потом, возможно, вообще уйти в свободное плавание, найти себе ещё в чём-то. И на каждом этом этапе он будет реализовывать своё предназначение. А когда он идёт в условный декрет, он будет там ребёнку отдавать эти свои таланты. Он не будет говорить, всё, я выпала из социума, я теперь вообще ни на что не способна, ничего не могу, где же моё предназначение. Или что, моё предназначение быть только мамой? Да нет, каждая мама разная. Я знаю, что я могу дать своим детям, а вы своим детям можете дать что-то другое. И это всё очень важное, потому что дети будут вырастать во взрослых, которые тоже что-то будут нести в этот мир. И что они будут нести, будет зависеть от того, какую вы атмосферу создаёте в семье. Что там в семье происходит? Как у вас с мужем? Как у вас с этими самыми детьми? Как у вас с самим собой? С самой собой. Потому что если внутри ты считаешь себя ужасным говном, ни на что не способным и так далее, что ты транслируешь ребёнку и что ты транслируешь? Скорее всего, ты из-за этого жрёшь мужа, потому что невозможно быть неуверенной в себе, но при этом восхвалять мужа. Ты его будешь говном поливать. И ребёнок у тебя будет какой-то не такой, и всё вокруг будет не то. Предназначения просто нет. Вот, наверное, надо одно предназначение найти, и тогда всё наладится. Да нифига так не работает. Изнутри, наружу. По-другому оно не идёт. Сейчас посмотрю, что вы мне написали, а то мне не остановить. Так, ну, спасибо. Вы мне пишите, что я. Это часто, кстати, на таком эфире, когда я задаю такой вопрос, вы мне так пишите. При этом здесь я хочу сказать, что... Ну ладно, я сейчас ещё предскажу. Пугачёва, Тинькофф, Стив Джобс, главнокомандующий, Бьёнс, Бузова, Юра Шатунов, Пугачёва, Путин, Стив Джобс, никто. О, как. Алла Пугачёва, Дева Мария. Смотрите, что уже мы наблюдаем. Что вы перечисляете популярных людей. Отсюда у нас возникает ещё один миф, я хочу сразу его перечеркнуть. Нам кажется, что если мы найдём своё предназначение, то это по-любому сделает нас масштабными и популярными. Потому что мы сравниваем людей, которые достигли предназначения с... Ну, собственно, как? Вот мы их видим. Вот они там. Пугачёва, я не знаю, Дева Мария. Вот вы перечисляете Юрий Шатунов, Стив Джобс. Это все люди, которые как бы на слуху. Их знают все. И нам кажется, что раз нас сейчас знают не все, то мы не в предназначении. У многих из вас сидит такая пуля, просто вы её не осознаёте. Вам может казаться, но я не делаю ничего особенного. Ну вот, например, ты вот сейчас ведёшь эфир, Лиля, у тебя там 390 тысяч подписчиков в Инстаграме, тебя там знают, смотрят и так далее. А вот меня столько не знают. Значит, ты в предназначении, а я нет. Хотя меня сейчас многие из вас смотрят астрологи, у которых может быть там, я не знаю, 300 подписчиков всего. Но при этом вам может казаться, что я в предназначении, а вы нет. Типа, ну у меня же там есть какая-то популярность, там больше, чем у вас, и заработок больше, чем у вас. Ничего, что я тоже когда-то с чего-то начинала. Это ладно. Это зачем нам об этом думать? А когда я тогда начинала, я что, не была в предназначении, получается, или как? Так, дальше у меня к вам следующий вопрос. Вот кого вы написали, найдите биографию этого человека и почитайте его в целом жизнь. Как она у него проходит, проходила, если это человек жив и так далее. То есть, если жив, то он сейчас как проходит, если умер, как проходила. Чаще всего у этих людей в жизни бывают очень серьёзные потрясения. И они не всегда чувствуют себя в своей профессии идеально и классно. У того же Стива Джобса, да, он нашёл себя в том, что вот он там что-то создавал, он как-то объединял людей, он был классным таким управленцем, он действительно там гениальный идеей, но при этом при всём его увольняли из его же компании. У него было очень тяжёлое детство в плане того, что он так и не простил мать, а у него кармическая задача, собственно, была в том, что, да, он вот это вот всё, что связано у него с успехом, с карьерой, это было знакомо и так его душе. А наработать опыт семьи, он же вообще бежал и от своей семьи, если вы почитаете его биографию. То есть, у него были сыновья, там, у него жена, но ему это всё не надо было. И мы как-то на одном из уроков, по-моему, на курсе разбирали его, где мы прям по возрастам смотрели, когда его увольняли из компании, когда его жизнь пихала обратно в семью. То есть, у него же были ещё и свои задачи. И по итогу, а что же он тогда не жив и не живёт до ста лет, раз он в предназначении-то в своём? И что же у него так на работе там было всё негладкое? Представьте, вы что-то придумали, у вас есть компания, вы там не последний человек, и вам потом говорят, а вот, знаешь, мы тебя увольняем. Ну всё, как бы, до свидания. Как бы вы себя ощущали? То же самое Пугачёва, она что, с молодых лет сразу певицей стала? Тоже не сразу. И она, сколько там есть интервью, где она тоже про это рассказывала, что этот путь тоже был довольно нелёгкий. И взять любого человека абсолютно. Он не сразу, во-первых, к этому пришёл, и не было так, что ему сказали, твоё предназначение вот это, иди. И он такой пришёл, сел, о, да, это по мне костюмчик, это моё, всё, теперь бабочки в животе, всё классно, так, у меня никто не, я не развожусь, у меня никто не умирает, я не болею и так далее. Есть люди, которых часто перечисляют вот в этом списке, да, у которых умирали дети, умирали мужья, которые теряли там всё, которые были в банкротстве. Я когда слушала, помню, биографию Илона Маска, я думаю, боже, я бы уже на этом этапе сдалась. То есть вот у меня бы уже силёнок не хватило вот так вот рисковать. Не то, что даже сдалась, я бы здесь уже остановилась. Вот где он там продал PayPal, там заработал кучу денег, и он взял просто и все эти деньги вложил, да, дальше у него там свои фантазии, свои мечты. Думаю, я бы так даже и не рискнула. И сколько раз он терялся, сколько раз он был на границе, сколько раз они запускали эту свою ракету, и она у них никуда не улетала, и они теряли кучу денег, он понимал, что ему нечем заплатить, и все вот это вот остальное. Нам говорят, ну, он богач, у него там есть, только у него и потери больше, чем у нас. И поэтому вот этот вот, вот вы до этого писали, эй, это когда ты чувствуешь, тебе хочется, это дед. А с чего вы взяли, что всех людей, которые вы перечислили, им всегда хочется это делать? С чего вы взяли, что у них не бывает выгораний? Вот кто перечислил меня? У меня бывали выгорания, знатные такие выгорания бывали. Что просто, ну, у меня как бы, вот сегодня у нас как раз был разговор с мужем, он говорит, у тебя такая интересная особенность, у тебя мозг как будто бы вообще не видит границ, ты все делал, готова там целыми днями, ночами работать, а тело порой как будто бы не вывозит. И вот у меня, и мы вспоминали момент, когда у меня реально так было, что тело просто вот не вывезло в один момент. И я просто выгорела. И таких ситуаций у меня по жизни было несколько, когда я недооценивала где-то свои силы. И это может случиться на любимой работе. Выгорание случается на любимой работе. Понятна мысль, о чем я сейчас говорю? Или кто-то хочет поспорить? Да, я обожаю читать биографии людей, которые многого достигли, и вам советую делать это же. Одно время это очень сильно открыло мне глазам, потому что я тоже жила там в свои, я не знаю, там 23-24 года, ну то есть там лет 10 назад, в каком-то таком заблуждении, что люди, у которых есть бизнес, ну они-то что-то там понимают, это я не понимаю чего-то до конца. Люди, у которых там есть какой-то успех и большие деньги, они просто что-то знают, чего я не знаю. И когда я начала читать биографии людей, которые многого достигли, я поняла, что такие же люди, как я, у них такие же страхи, у них такие же потери, просто с каждым новым этапом они просто напрасно теряют, мне вот с моей точки кажется, что он потерял миллион долларов, боже, ну как это вообще такое, ну у него там дофига денег, для него там этот миллион долларов ничего не значит, но для него потерять этот миллион долларов, как для меня, например, тогда на том этапе потерять, я не знаю, 100 тысяч рублей, тогда для меня это тоже были большие деньги. И то есть когда ты начинаешь понимать, что просто как бы масштаб выше, но проблемы как бы условно говоря те же, только как бы контекст другой, да, и ответственности больше, ты начинаешь расширять для себя рамки, сознательно начинаешь убирать эти ограничения, что как бы ты тоже так можешь, и только тогда ты к чему-то идешь. Из того, что я могу вспомнить, что на меня произвело впечатление, что, правда, я советую почитать. Фил Найт мне понравилась биография его, Ричард Брэнсон, несколько книг его я читала, про того же Илона Маска, это не автобиография, он мне сам, естественно, это писал, но интересно. Про создателя Али Баба, да, забыла, как его зовут, Джек Ма, по-моему. Книга сама по себе как бы не очень, но сама его история, то, как он вообще все это пришло ему в голову, как тоже он рисковал, и как вот действительно, это сейчас мы оглядываем назад и думаем, ну правда, вот он там в нужное время, в нужном месте, но тогда так не казалось ему. Тот же Стив Джобс. И еще, может быть, я кого-то не вспомнила, кого бы я здесь по-хорошему надо перечислить, я много очень читала разных биографий, но это очень классно мотивирует и показывает тебе мышление того человека, который чего-то достиг, и ты видишь, что ему никто не давал гарантий. А многие люди, когда, знаете, я вам вот сейчас скажу, признайтесь сами себе, когда вы говорите, я хочу знать свое предназначение, это звучит, если перевести по-честному, вот того, что вы говорите на честный язык, я хочу гарантий, где у меня точно все получится, где я не буду ошибаться, где мне будет легко. И чтобы еще всем это вокруг нравилось, не только мне, чтобы меня еще все благодарили. Где-то есть такие гарантии? Скажите, покажите мне человека, у которого есть такие гарантии. У вас есть иллюзия, что такое есть. И у меня когда-то была такая иллюзия. Вот вы смотрите на меня и думаете, ну у тебя же там точно все довольны, ты там хорошо зарабатываешь, у тебя все хорошо и так далее. Это твоя любимая работа. Но почему-то вы не думайте о том, что помимо работы у меня есть какая-то еще другая часть жизни, где, например, у меня приболел ребенок, и мне никакая работа в этот момент вообще не интересна, не нужна. Все. Я сижу, и у него температура 40, и мне вообще, ну, наплевать на эту работу. И если мне скажут, выбираю ребенок или работаю, естественно, я ребенка в этот момент выберу. Понятно, да? Что как бы вот в этот момент, хоть какая там работа прекрасная, все пропало из зоны моей видимости. Только ребенок для меня сейчас существует. А если что-то посерьезнее в жизни случается, то же самое, понимаете? Поэтому нет такого, что вот если у тебя одно какое-то предназначение, ты в нем всегда счастлив. И привязывать предназначение к профессии это самая главная ошибка. И я еще с вами поговорю про... На следующем эфире, который будет, а то сегодня мы уже немножко задержались, который будет 8-го числа, мы поговорим с вами про кармические задачи. Приходите, я как раз там затрону тему детей, потому что когда я озвучила, что одно из моих предназначений – тема детей, все, да, я там кучу сообщений в директ получила, как-то посмотрите только ли там, а как тогда вы реализовываетесь, вот это вот все. Потому что надо разделять. Предназначения их, правда, несколько. И надо разделять, что такое кармическое задачи, что такое предназначение, да, что... То есть это все разное. Мы еще конкретно про все три основных предназначения, которые включают в себя и профессию, собственно, мы про все это еще поговорим 9-го числа на вебинаре, на который надо регистрироваться. Если вы еще не зарегистрировались на этот вебинар, ну, напишите мне в директ цифру 3. Давайте так. Вебинар называется «Три предназначения». Напишите цифру 3, я вам ответ скину ссылку. Хотя эта ссылка уже везде у меня размещена. Она и в ссылке в описании профиля, и в Телеграме, она висит, и ВКонтакте есть, и везде она есть. Можно взять и зарегистрироваться. Но бывают люди не могут найти, поэтому пишите мне после эфира цифру 3, и я вам скину ссылку на регистрацию на вебинар. Там прям будем три предназначения разбирать. Я там буду подарки дарить, причем ценные. Так, там можно будет выиграть и мою консультацию, и участие на курсе, и разные продукты от астрологов моей команды. Это будет прям беспроигрышная лотерея. То есть там все равно вы что-то выиграете, если вы будете на вебинаре. Но это онлайн-вебинар, никакой записи не будет. Я вот сейчас наблюдаю, у нас сейчас предобучение открылось для ребят с закрытого канала. То есть это конкретно, вот эти уроки раньше были платные. Им я открываю их бесплатно. Домашние задания там есть для самопроверки. Сертификат даем мы в конце, если ты тест проходишь. Что вы думаете? Наверное, процентов 70 людей начали, но не продолжают. И я вам даже скажу, больше половины так и не дойдет до конца. Потому что люди не очень ценят, когда бесплатно и когда есть какой-то доступ. Поэтому та информация, которую я буду давать, там же еще на этом вебинаре я буду давать, дарить методичку с расшифровкой показателей, которые отвечают за вот эти три предназначения, о которых я буду говорить на вебинаре. И ее получат только те, кто прям будет онлайн на вебинаре. У нас там кнопка появится скачать методички, и вы их можете скачать. То есть присутствие онлайн на вебинаре – это и методички, и беспроигрышная лотерея, ну и, собственно, возможность попасть на разбор в прямом эфире и возможность выиграть у меня полноценную прям консультацию, не эфирную. Вот. Так. Спасибо большое. Да. Всех мозги трясутся от слова предназначения. Да. Как пережить в Меркурии Первом доме? Что вы за ерунду говорите? Где вы это начитались? Как пережить? А что в этом такого? Я не пойму. Я вообще не вижу в этом показателе ничего страшного. Наоборот, это прекрасно. Так. Да. Я помню, хотела гарантии, что то, как я живу, это не прожигание жизни. Тогда я ничего не знала про предназначение. Так, хорошо. Я еще вот эту картинку включу. Я ее подготовила. Что не имеет отношения, вот прям себе зафотографируйте. У меня сегодня время хватило только на одну картинку. Если вы помните, я раньше делала эфиры, у меня всегда было много слайдов. Сейчас времени все меньше, и поэтому, ну как бы, мне кажется, и так понятно, можно под запись. Но что не имеет отношения к предназначению? Давайте еще раз подытожим, и кого-нибудь разберу онлайн на оставшееся время. Популярность не имеет отношения к предназначению. Ты можешь быть своем предназначении, но при этом не быть популярным. Это окей. Количество денег. Ты можешь реализовывать свое предназначение, но ты даже можешь от этого не зарабатывать. Например, твое предназначение передавать знания. Предположим, ты можешь на каком-то этапе передавать знания своим подругам, потому что ты просто пока подросток, но ты какие-то такие интересные советы даешь, какие-то интересные напутствия. На другом этапе ты можешь работать продавцом, например, и казалось бы, я не передаю никакие знания, Но там один-два человека за все время, которые проходили мимо тебя и что-то у тебя покупали, да даже может быть больше, чаще, я, например, работала продавцом, и ты бывает с клиентом, на чем ты начинаешь разговаривать, какую-то информацию ему тоже открываешь, и ты консультируешь его, и ты все равно передаешь знания, и ты в этот момент кайфуешь от того, что ты человеку что-то объясняешь. Я помню, когда я работала продавцом сотовых телефонов и сим-карт, я рассказывала очень круто про телефоны, про сим-карты, про все вот это. Вот мне это нравилось, я любила свою работу, я благодарна той работе, потому что там я научилась очень многому. Потом, например, на каком-то этапе ты родила ребенка, и ты реализуешь предназначение передавать знания с ним. Он растет, ты его чему-то обучаешь, он же тоже, ты все это в него вкладываешь. Ты можешь на каком-то этапе где-то и с мужем, хотя лучше мужа не коучить и не учить, но все равно какие-то ему, может быть, интересные мысли ты его натолкнешь, и он раскроется в этом и реализуется. И ты можешь напрямую от этого не зарабатывать. Ты можешь вырастить ребенка, который станет Илоном Маском или Стивом Джобсом. Или у тебя может быть рядом муж, который будет кайфовать от того, какая ты классная, брать от тебя вот эту энергию, этот энергообмен будет происходить, и он тебя будет осыпать деньгами и возможностями и всем. Не потому что ты содержанка, а потому что такая женщина, что хочется тебе просто все отдать. И при этом ты напрямую не в профессии учительница, хотя можешь быть и учительницей на каком-то этапе. Может быть, ты состаришься и скажешь, а что-то вот я хочу, вот вижу свое предназначение в том, чтобы теперь пойти особенным деткам помогать. или как-то там, как-то вообще пойти, может быть, в тему законов государства, чтобы как-то переписать какие-то инструкции, вообще в целом поменять эту систему, которая, условно, в детских домах у нас есть очень много слепых таких пятен, с которыми надо работать. В этом плане, например, я очень сильно восхищаюсь Людмилой Петроновской, и то, как она это объясняет, рассказывает и открывает глаза на реальное родительство приемное и в целом на то, что происходит в этой системе. То есть, возможно, ты в себе в возрасте там в каком-то найдешь силы в это пойти. И это все будет реализоваться в твоего предназначения. Но еще раз, если ты вкладываешь в слово предназначение понятие «я просто хочу гарантий», «не хочу вообще ни о чем больше думать», «я хочу в какое-то место, где мне сладко да гладко», всегда причем, то это называется детская позиция. Ты никогда такое место не найдешь. И даже если тебе скажет астролог, вот эта профессия тебе подходит, вот в этом твое предназначение, и даже если из этого всего ты выявишь какую-то одну профессию и придешь в нее, я тебе гарантирую, у тебя все равно там наступит и выгорание рано или поздно, и наскучит тебе рано или поздно, или какое-то событие произойдет в мире, что тебе потрясет все равно там. Да не может быть так, что в одном месте всегда сладко и гладко. Не может быть так. Про количество денег сказала я же? Сказала, по-моему, да, что не зависит от предназначения. Отсутствие усталости и преград, ну, собственно, я это упомянула уже, что я буду повторяться, что нет такого нигде, ни единого места, где нету преград и усталости. Ни материнство, ни личная жизнь, ни профессия. Нормально? Меня слышно, то звонят какие-то всякие спамеры обычно, потому что такой номер у меня не записан. Слышно меня, видно, все окей, на чем мы там остановились? Напишите мне. Слышите ли вы меня? Все хорошо, да. Вот. Ну, сейчас нормально ли я до сих пор пропадаю? Все, ладно. Только один человек написал, что я пропадаю. Итак, у нас отсутствие усталости и преград, это вообще в целом детская позиция. Ты и в личной жизни устаешь, и в материнстве, и в карьере, да во всем. Да просто отправить тебя наслаждаться жизнью, ты устанешь и там. Вот просто посади тебя в красивый особняк, там у тебя будет море за окном, бассейны, там все тебя будут любить, обожать, ты год, два, три, четыре, пять, то ты рано или поздно устанешь. У тебя там свои начнутся проблемы. Лишний жир. Опять мне позвонили, сбрасываю, до людей не доходит. Видите, они мне все равно названивают. Видимо, мне сегодня не дадут до конца эфир провести. Я думаю, что сейчас должно быть нормально слышно. Да, я поняла, что я опять пропадаю, потому что какие-то ненормальные люди мне названивают. Если вы когда-то кому-то звоните и кто-то сбрасывает, не надо звонить второй раз сразу. Напишите. Сейчас есть WhatsApp, Telegram и все остальные мессенджеры. Я надеюсь, эти непонятливые люди прекратят мне звонить сейчас. Очень это надеюсь. Соответственно, дальше, следующий пункт. Предназначение – это не одной на всю жизнь. Типа там одна профессия, одна какая-то, один какой-то талант или еще что-то. Нет, во-первых, предназначений у нас несколько. И реализовывать мы их можем на разном жизненном этапе, по-разному. Окей? Это тоже донесла. Ну и предназначение – это не конечная цель, которую ты узнал и счастлив. Типа, ой, мое предназначение – быть врачом. Все? Все? Вообще ничего больше в жизни не надо делать. Здравствуйте, приехали? Нет, конечно. И предназначение, вы знаете, это на самом деле глагол, как и любить этот глагол – любовь. Любить, любовь, неважно, как ни назови, это глагол надо делать. И это путь, у которого нет конца, в этом и есть его суть. Прекрасный фильм есть, «Мирный воин», терапевтический коучинговый фильм, просто фильм-тренинг, просто смотреть каждый день можно и каждый раз для себя что-то новое находить. Мне надо, кстати, тоже его пересмотреть, мне кажется, я год назад его последний раз смотрела, а смотрела я его раз, наверное, 10 уже, если не больше. Настолько крутой фильм. Вот там есть сцена, где они пошли в гору. Вот обязательно на этой сцене остановитесь и посмотрите ее внимательно. Это прям метафора предназначения. Когда они дошли наверх, говорит, а для чего мы сюда шли? Вот я не буду пересказывать, вы посмотрите этот отрывок, и вы узнаете себя. Когда вы вот это вот бежите, бежите к какому-то предназначению, вы никогда не добежите. И таких притч много. Я, кстати, однажды написала... Смотрите, я аж расправилась. Я однажды написала притчу. Я с вами ей поделюсь. Я ее давно публиковала. Поделюсь обязательно. Она, наверное, в Телеграме, потому что здесь не влезет. Она такая длинненькая получилась. Про предназначение. Фильм называется «Мирный воин». Обязательно его посмотрите. Очень горячо вам его рекомендую посмотреть. Да, про камень. Так, хорошо. Теперь кидайте мне запросы на эфир, на участие в эфире. Вот кто умеет, тот кинет, того и выведу в эфир методом случайного тыка. И поболтаем еще прям на каком-то примере. А вот все, нормально, развисло. Я включила по совету режим «Не беспокойтесь», поэтому зависла. Я сейчас случайным образом, клянусь вам, тыкну и все. И пока выключу комментарии. У меня здесь больше 50 уже запросов есть. На кого-то одного уже тыкну. О, супер. Здравствуйте. Так, что-то лицо знакомое. Нет, я вас нигде не видела, ни на презентации книги, нигде? Нет. Нет. Так, вижу, что ник называется Оксана. Да. Так, Оксана, значит, да, зовут? Да. Так, Оксан, давай, диктуй мне свою дату, время рождения. Давай я к тебе буду на «ты», чтобы мне так, это самое... Не путалась я, то я на «ты», на «вы». Говори, дату рождения. 11.06.91. Время? 21.15. И место? Давайте «Белая церковь», это Украина. Ты где-то рядом там родилась? Почему говоришь, давайте? 30 килограмм, ну не 30, а 75. Может есть «Володарка». 75 – это нормально, это как бы для... Если бы мы тебя прогнозировали, тогда, конечно, там прям по координатам надо построить и адвентифицировать, но так как мы смотрим именно психологические и некие такие событиные склонности от рождения, то нам достаточно примерного времени рождения и примерного места рождения, то есть там плюс-минус там 70 километров, оно большой роли не играет. 11.06.91 года, 21.15, «Белая церковь», правильно? Да. Отлично. Ты мне сначала расскажи, пожалуйста, ты сейчас с кем работаешь, работаешь ли вообще? Я работаю в сфере туризма, но как бы ощущаю выгорание очень сильное и хочу себя как бы реализовать в чем-то другом. Хотела бы попробовать вот это хилинг или бары, но как бы понимаю, что мне страшно идти, потому что нужно очень много денег вложить в обучение. И понимаю, правда ли это мне нужно. Или потому что как бы мне хочется помогать людям. Но я не знаю, это со стороны спасателя, ну как бы с треугольника спасателя, или это реально мне хочется. Ну, когда я вижу, что как бы я помогаю, и люди получают удовольствие, я еще больше получаю удовольствие. Поэтому вот как бы непонятно, мне нужно это или нет. Или это просто пройдет, потому что я как бы очень быстро загораюсь, потом такая, ну типа, да-да, нужно, все, я хочу. А потом проходит месяц, второй, я такая, ну, типа, мне уже не нужно, может что-то другое. И так, в принципе, если я не пробую сразу, то... А тебе хоть раз расшифровывали натальную карту? Да, есть, есть, здесь. Ага. Тоже, да, кто-то позвонил тебе? Расшифровывали ли тебе хоть раз натальную карту? Потому что у тебя здесь, на самом деле, очень сильно очевидно это. Я думаю, если расшифровали, то должны были тебе это говорить. Честно говоря, я не помню, но девочка, она училась... Сейчас, секунду, извините, пожалуйста. Сегодня всем звонят. Когда-то расшифровывала, но я не помню. Мне говорили, вроде бы, как бы, что-то учить людей, ну, я не буду врать, как бы, что-то мне не сильно, ну, тогда... Понравилась информация, как-то было много воды, и, как бы, я не смогла сформировать всю информацию как-то в кубе. Сейчас я попробую прям показать нашим участникам твою натальную карту. Вот, прекрасно. Прям видно. Смотри. Ой, я прям могу даже ручкой показывать. Вот, видишь, это твоя натальная карта. Вот это твое ядро личности, Солнце и Луна, они оба находятся в Близнецах, и тут же Меркурий, и все это в шестом доме. Причем Солнце на шестой, на седьмой дом работает. Вот здесь история такая, что вот сейчас мы еще вот к этому вернемся, потому что это не просто вот это здесь стоит, это все, на этом на всем сходится косой парус, который касается как раз-таки оси 2.8. И вот эта вот история рисковать деньгами, вот тут у тебя стоят, мне кажется, что хочется просто сразу тебе все, понимаешь, выдать. Я понимаю, что надо постепенно, но хочется прям сразу. Вот эта вот история, вот тут Юпитер, Марс, Венера, рискнуть, вот эти деньги вложить, даже, возможно, в кредит взять. Но Сатурн тянет и говорит, нет, вот во второй дом обратно. Давай мы будем экономить, нам нужно все точно просчитать, нам нужно, чтобы точно все было четко. И вот когда вот этот конфликт у нас есть, его очень легко как раз-таки примирить тем, что меня реально тянет, куда шестой дом? Это как раз-таки тема служения людям, это еще называют дом врачей. Не просто так тебя тянет людям помогать. Это, конечно, это может быть в том числе, где-то и твое эго, и треугольник Карпмана, но все-таки с этим, если ты поработаешь, ты в любом случае останешься с желанием нести что-то такое полезное людям, потому что твой шестой дом, и это не просто нести полезное. У нас, посмотри, у нас Меркурий, у нас всем управляет Меркурий, и он управляет и Солнцем, и Луной, и на нем, в принципе, замыкается цепочка, он здесь самый главный, у тебя самая главная планета в Карсе, это Меркурий. И значит, помогать как? Через Меркурий. Меркурий это что? Это речь, информация, обучение, это все, что касается через слово, через какую-то вот именно информацию, через обучение, и через руки еще, кстати, момент, потому что у нас Меркурий, это кисти рук, кисти рук, и здесь у тебя реально, вот ты говоришь, что это хилинг, и что-то еще ты сказала? А, парень, это через руки, да, как раз. Ну вот, я и думаю, это вы через руки или нет, потому что вообще тебе бы хорошо, тебе бы и рейки подошли тоже прекрасно, и ведь там не просто мы через руки лечим, мы там еще информацию даем, мы там еще человеку объясняем, как это работает, потому что если ты просто через руки там что-то поводишь, это будет неполноценная сессия. Насколько я знаю, насколько у меня есть опыт, ты должна еще что-то информации передать. То есть ты должна человеку еще объяснить, как это устроено, и что ему следует поменять. И поэтому вот этот твой треугольник, ты видишь, он касается 2-8, это ось ресурсов, это ось денег в том числе, и шестой дом, это как раз-таки твоя история, связанная с тем, что помогать людям, но помогать, либо через информацию, речь и подобные вещи, либо через руки. Сейчас то, что ты работаешь в... Вот дай-ка я верну, давай, я сейчас еще вернусь немножко к твоей карте. Сейчас то, что ты работаешь в туристическом бизнесе, ты тоже можешь на самом деле начать вот в это состояние входить, что ты несешь свое предназначение. Ты тоже несешь людям меркурианскую свою деятельность, ты несешь информацию, ты объясняешь им, какие там где туры, какие куда можно поехать. То есть ты расширяешь им кругозор уже на этапе планирования путешествия. И ты можешь это делать из состояния уставшей лошади, такое, что, господи, вы меня достали, вам всем одно и то же рассказывать. А можешь на каждого клиента смотреть как на особенного. Почему ты думаешь, что если сейчас ты не умеешь переключаться, то потом, например, занявшись тета-хиллингом, условно говоря, ты там через пять лет не будешь думать так же на этих клиентов. Боже, да вы тут все достали меня, приходите, что вам нужно всем деньги, предназначение, господи, одно и то же. То есть там же тоже можно в это свалиться и выгореть, понимаешь? И поэтому вот это вот умение переключаться, умение ценить то, что у тебя есть, умение консультировать, умение работать из предназначения, тебе нужно тренировать его уже прямо сейчас. Опять звонят тебе? Ты потом записи пересмотри, потому что, возможно, я у тебя пропадала. Поэтому все, что связано с лечением словом и руками, это твоя тема, но вот это твой конфликт, что рискнуть деньгами, если ты сама не будешь в это идти, тебя жизнь будет в это выпинывать. У тебя будут какие-то ограничения по деньгам, у тебя будут какие-то истории. Как кризис был, то как бы туризм, ну такая штука у нас, что сегодня есть, завтра нет. Ну как бы да, у меня уже было два таких случая, но как бы я все равно возвращалась, искала, искала, потом нет. Возвращаюсь, потому что все, что я умею, это туризм. И у тебя такие истории будут дальше, потеряла деньги, не доплатили, обманули. Все равно, понимаешь, если есть вот эти качели между 2,8, а ты только стараешься сохранить, и вот структурировать, но не идешь на восьмое, то есть у тебя вот это вот 2,8, у меня просто, у нас в формате эфира нет у меня возможности тебе прям досконально объяснить подробно, поэтому я так какими-то терминами где-то говорю, возможно, непонятно, но пересмотришь, если что, переспросишь. Если ты не реализуешь только вот у тебя вот этот треугольник, там вот такие, как, знаешь, качели с двух сторон, вот два есть, две стороны, если только одну сторону реализуешь, вторая все равно сама реализуется, тем более там личная планета, там Марс, ты сейчас можешь думать, а вот если я потрачу, а потом перегорю, ты все равно потратишь, я тебя хочу обратно, только на другое, ты либо их недозаработаешь, либо ты их на чем-то другом потеряешь. Теперь про твое перегораю, быстро и так далее. Первое, обязательно посмотри, у меня на ютубе эфир, я все начинаю, бросаю, у большинства из вас, у большинства, у тех, кто сейчас узнал в Оксане себя, проблема не в натальной карте, хотя у Оксаны тут есть и в натальной, я сейчас об этом скажу, а проблема на этапе приобретенного, вот эта иллюзия, это тоже детская позиция, у меня про это есть целый классный, часовой эфир, где я объясняю, как с этим быть и как с этим работать, когда я начинаю и быстро перегораю. Я тебе гарантирую, сейчас проведи опрос, среди, вот у нас там смотрят, там почти 400 человек, да, вот проведи опрос, из них 90% скажут, да у меня такая же фигня, я начинаю, быстро бросаю. Так наш мозг устроен, но только у тебя еще история, сильный Меркурий, у тебя сильный, ты прям близнецы до мозга костей, у тебя очень сильный Меркурий. Меркурий, это такое быстрое переключение, тебе сложно делать одну какую-то монотонную деятельность, тебе важно переключаться и получать какую-то дополнительную информацию. И если твоя деятельность, включая сейчас, например, что ты одни и те же туры продаешь, тебе, естественно, скучно. При этом, если в этом туристическом бизнесе начинаешь что-то узнавать, что-то там любопытство, что-то в свое привносить, какие-то новые идеи, с кем-то очень много общаться, куда-то ездить, это уже становится интереснее, у тебя уже идут какие-то переключения, как-то у тебя интересует. Такое исследование? Или что ты зависла у меня? Нет, я... Все. Ну ты подвискаешь. вот и соответственно первое посмотреть мой эфир обязательно потому что скорее всего у тебя просто вот это вот иллюзия как у большинства людей детская позиция все равно есть в этом а второе это история с тем что тебе нужно переключаться и постоянно получать новые впечатления и постоянно развеиваться то есть там где-то после работы другим путем пройти то есть какие-то хотя бы минимальные истории то какую-то новую книгу прочитать что-то новое узнать с кем-то новым познакомиться тебе постоянно с таким меркурием нужно получать какие-то новые впечатления новую информацию прямо после нашего эфира сегодня загугли кто такой меркурий кто такой гермес посмотри какие-то сказки мультики почитай просто архетип сам прочувствуй что это такое вот божество да если вот мы к какой-то мифологии вернемся который такое шустрая быстрая носится где-то четко вот передает и вот это твой архетип только у тебя это еще связано с помощью людям шестой дом это как раз таки в плюсовую историю что я несу пользу служу другим людям и у тебя там прям все ядро личности практически стоит помимо этого у тебя есть еще кармическое предназначение которое как раз таки связано с тем чтобы отлипнуть от постоянного залипания на другого человека что кто-то должен поддержать кто должен помочь какую-то поддержку других людей искать а наоборот научиться действовать самостоятельно научиться действовать и опираться на свои ресурсы в том числе то есть прям повзрослеть у тебя пронатуральное предназначение кармическое в том числе повзрослеть и самостоятельную деятельность начать то причем у тебя тут еще и с нептуном это все вместе вот это вот история с эзотерикой с психологией где ты самостоятельно в это двигаешься это прям твоя по всем фронтам обязательно и еще и консультировать других людей как-то взаимодействовать через передачу информации вот по всем если даже трем предназначением вот так прогнать у тебя все с этим связано так тебе с этой информации сейчас знаете ну как бы я думала над этим но мне кажется что у меня мало информации да как-то страшно что ты ничего не знаешь что ты можешь передать людям или ты будешь отдавать тебя что я буду отдавать тебя и потом как бы просто не будет сил и я не смогла установка твое убеждение которое тебе помогает сейчас ничего не делать но я потому что пока ты так думаешь не надо ничего делать ведь как-то там вот она а вдруг и все силы потеряну кто тебе мешает не терять их все по тебе мешать экспериментировать и понять ага вот например условно говоря столько консультации я уже выдыхаюсь а вот столько мне нормально чего ты взяла что есть какой-то один момент когда все становятся профессионалами никто не становится профессионалом без практики любой человек астролог это хиллер нумеролог неважно кто когда начинает свою практику у него знание пока теоретически только ему надо с чего-то начать врач любой человек и да надо на первом этапе он будет делать работу парикмахер как кто угодно чуть хуже чем он сможет ее потом через 10 лет сейчас не начнет но через 10 лет не будет профессионалом и я тебе я это говорю всем своим девчатам и ребятам на курсе и тебе сейчас скажу что те клиенты которые к тебе будут приходить вот в этот момент на начальном этапе твоей практике а ваши души договорились что им нужны на тот опыт который ты сейчас ты можешь дать на этапе такого некого начинающего специалиста но только тебе нужно признать что вам не есть эта сила нести пользу людям я пойду в это либо ты можешь сказать блин ну я же еще не профессионал много денег но я что-то боюсь а вдруг я всю себя отдам так работай с этим так выпиши все свои ограничения и подумай а как можно по-другому а где есть пример кто делает по-другому а что мне сделать чтобы было по-другому и это уже будет поиск возможности они поиск причин если тебе нужно было подтверждение я тебе вот гарантированно говорю что это однозначно твое и я это показала еще и на экране и тебе любой другой астролог который видит твою карту это подтвердит что-то начала гореть и стройную карту и думаю если ей давали консультацию по натальной карте и по-любому должны были говорить что это ее потому что тут прям очевидно бывает неочевидные истории бывают все размазано по всей карте у тебя прям очевидная история от этого 286 286 это вместе это просто прекрасно вот идти туда куда ты собралась идти и что еще тебе нужно волшебный пинок вот сегодня был считай вот все вот на тебя почти то сейчас уже триста сорок человек смотрят и ждут что все они все свидетели того что тебе эту информацию дали дальше дело за малым я тебе рекомендую после сегодняшнего эфира там сейчас уже будем заканчивать потому что у нас время эфира подходит к концу выписать для себя минимум три действия которые ты сделаешь который ты ранее не делал который ты сделаешь именно после этого эфира по сторону своего предназначения то что ты сделаешь вот после полученной информации сделать информацию получить мы все можем и кстати вот ко всем на этом эфире да такое задание да вы послушали дали для классно вашем поле спасибо за информацию практический эфир а делать ты чё будешь не только оксана хочу будет вы все что будете делать после какие-то три действия для себя выпишите что вы уже в ближайшие дни сделаете чтобы быть ближе к своему предназначению вот оксана тебе последнее слово и я буду тебя уже отключать и спрашивать у зрителей может быть у них есть вопросы успею на какие-то парочку ответить я персонажа не ожидала но это как послание вселенной спасибо вам большое честно просто так случайно попала и я в шоке меня просто вы говорили мурашки прям по коже как знаете вселенная дальний знак спасибо вам большое за информацию очень было полезно и теперь как бы я свои сомнения уже отбрасываю в сторону и просто буду искать человека которого я могу это обучиться и буду двигаться в сторону потому что смотри есть даже очень много бесплатной информации эти гру даже на моем примере я даю людям бесплатно это обучение астрологии большинство из них говорят мне нравится сроки хочу быть астрологом но половина из тех кто то говорит даже не начинают бесплатно учиться ищи на ю тубе ролики покупай книги ищи их блогеров читаю них и нам и ты посты эфиры начни хотя бы впитывать если когда у нас нет денег у нас есть время значит мы пока можем заплатить своим временем временем за за бесплатную информацию потому что когда мы платим деньги она уже структурированная платная в одном месте понятно с практикой поэтому я тебе даю прям такой напутствие давай иди делать вот все пишут что у тебя получится что ты молодец и я тебе желаю персонально вот я тебе сейчас на эфире желаю большой-большой удачи чтобы все у тебя обязательно получилось и посмотри мой эфир про то что я начинаю все бросаю он есть на моем скажите астрологом тоже я могу быть ну как бы это же тоже помочь людям сультировать консультировать да именно помогать через слово и хорошо если ты будешь к астрологам который будет погружаться в тему психосоматики то есть астролог который работающий еще с темами здоровья это комиссии будет вы специализации это про вообще будет офигенно и если ты будешь например вот лечить руками да к примеру ты консультируешь человека и понимаешь где ему чего нужно подлечить и то есть ты его диагностировала сначала по натальной карте а потом подлечила вот у тебя твой шестой дом надо хорошо так прям используется 628 то есть тебе всего надо как туда какую-то либо исцеление либо медицину что-то сюда туда привлечь и тогда это вообще будет бомбический астролог который будет отличаться от всех остальных спасибо всем хорошего дня спасибо ты прекрасная такое у тебя прекрасное поле на тебя смотришь и прям хочется улыбаться поэтому я уверена все твои клиенты которые будут твоими клиентами первыми в своих начинаниях они тоже будут рады находиться в твоем поле давай не переживай не сама себя не ограничивая только вперед тебе сейчас нужно нажать крестик чтобы отключиться а я еще сделаю объявление по поводу эфира 8 числа вот смотрите вот сейчас я разобрала оксану 8 числа я также кого-то разберу еще на тематику кармической задачи обязательно 8 числа у меня будет эфир мы с вами поговорим про кармические задачи насколько это предназначение если там она противоречится всем остальным и так далее и вот я также там первые 20-30 минут говорю на меня надо останавливать я могу при часа три говорить а потом я разбираю человека это я тоже записываю бесплатный курс к метафорическим картам не издательство пообещала что они будут 24 сентября но говорят блин может все вообще там до октября и до ноября задержаться прекрасно я сейчас записываю курс потому что когда вы будете покупать мой колотный метафорический как вам подарок будет идти курс я думала так но я кратко запишу там по 5-10 минут уроки ага по 20 по 25 минут это я говорю просто не останавливайся еще говорить и говорить и говорить настолько мне хочется с вами длится знание пожалуйста в карте 39 у меня тоже близнецы стрелец очень сильный меркурий это мое предназначение делиться информацией я когда работала и продавцом да и когда я вообще в целом я просто когда была маленькой девочкой я помню у меня был учебник по английскому и я учила своих подружек английскому языку надо было кого-то чему-то хотя бы учить понимаете и не говоря уже про эзотерику которая тоже всегда была в моей жизни и так вот тоже можно сказать это уже другая практика видишься немножко не туда он несет но я про предназначение могу очень много говорить 8 числа у нас будет еще один такой эфир похожий где я в конце кого-то разберу приходите он будет правда не в 10 утра по москве а в 11 по москве а 9 числа будет большой вебинар с подарками на него надо регистрироваться потому что там вот кто присутствует тот все себе все сливки заберет там будут и беспроигрышная лотерея и методички с расшифровкой предназначений ну то есть это все в бесплатном доступе но вот успеете успеете 9 числа в 11 утра по москве это выходной день я понимаю что у кого-то не получится но извините я подсех построить тоже не могу записи не будет все нигде в свободном доступе и не будет она может быть у учеников курса астрологии кто вот пойдет на астрологию там естественно мы это сделаем но в свободном доступе для всех зрителей записи не будет это точно спасибо спасибо большое от вас только комплиментов я тоже очень жду карты и такой крутой курс получается таня спрашивает какая планета отвечает за направление сферу деятельности то не приходите на эфир предназначения и мы там поговорим что за сфера деятельности что за направление этой сферы деятельности потому что у нас есть и задачи кармические и профессиональные какие-то истории и наши таланты которые вы можете реализовать и это все является нашими предназначениями не за это за все я там прямо скажу по каким пунктом где что отвечает и дам вам методичку и вы сами расшифруйте потом некоторые моменты так массажист ей ну тут интерес такой еще марс у нее тут не просто тогда массажист какой-нибудь остеопатами с каким-то еще эзотерическим уклоном что-то такое знаете есть вот остеопаты которые немножко эзотерическая направленность ну то есть который так вот это все объясняет ей нужно не только делать и еще нужно говорить в меркурий сильный благодарю вас напомню что если вы не знаете как зарегистрироваться на вебинар 9 сентября 0909 пишите мне в директ цифру 3 и я вам пришлю ссылку да случайность случайно конечно да все на этом мы с вами прощаемся встречаемся второй раз 8 сентября на эфире в формате instagram и 9 сентября на большом вебинаре три предназначения с подарками с методичками там я презентую свой курс по астрологии естественно да все на этом будем заканчивать всех люблю обнимаю эфир сохраняю записи этот